Добрый день дорогие друзья, гости на моем канале, я как всегда рада вас приветствовать. Трейлерные сорта фиалок, тема сегодняшнего видео. Значит, как я и обещала, то, что я хочу вам показать и о чем хочу вам рассказать, я буду показывать, несмотря на какие-то мои убеждения. Тем более, после моего видео некоторые действительно просили поделиться своими наблюдениями все-таки по теме выращивания, формирования трейлерных сортов. А некоторые были комментарии в таком плане, что что там устраивать, какие-то секреты. Трейлеры это такие виды фиалок, которые растут сами по себе и они вообще не требуют никаких танцев с бубнами. Так вот, дорогие мои, трейлеры, они на самом деле, они разные все, понимаете. Разные сорта, это во-первых, каждый отдельный сорт ведет себя по-разному. И даже один и тот же сорт, один и тот же сорт, он может расти по-разному, по-разному формироваться. Сегодня буду вам показывать. Вот трейлер, это один и тот же сорт, так все время я забываю, как этот сорт называется. Рокки Монтейн Трейл. Значит, вот это дружочек, который действительно может до определенного времени расти сам по себе и он не требует никакого формирования. То есть, у него, у этого сорта, сами по себе, у листочков длинные черешки, черенки. И когда пасынки там вот появляются в пазухах этих листиков, да, черешков, то этим пасынкам ничего абсолютно не мешает и они одновременно растут с основным кустиком. То есть, тут такие трейлеры, они действительно имеют место быть и их действительно можно выращивать, не заморачиваясь. Вот, вот этот кустик я не формировала, я ему позволила расти так, как он хочет. А вот этот кустик я формировала. И как бы вы видите, что, ну, особых каких-то отличий нет. И вот этот красив, и вот этот красив. И, кстати, вот этот, что я формировала, да, он как-то вот сейчас вот больше цветет, а этот меньше цветет. Но, поверьте, это все временно. Пройдет еще месяц, другой, и вот этот кустик зацветет еще красивее и пышнее, чем вот этот. Вот, потому что здесь своим формированием я убыстрила рост немножко, да, и поэтому, в общем-то, поэтому вот этот кустик сейчас цветет как бы больше. А этот растет сам по себе, набирает силы сам, природные свои, да, и потом это все выстрелит. Вот так вот. То есть, если вы хотите выращивать трейлеры без заморочек, вот выбирайте вот такие вот сорта, которые не требуют танцев с дубнами. К таким трейлерам также относится вот трейл-алонг. Он тоже растет сам по себе. То есть, тоже можно его формировать, можно не формировать, и он будет расти, будет сысти, и будет всегда красивым. Но что же делать, если есть вот такие вот дружочки, которые как бы и трейлеры, но ведут себя не как трейлеры. Вот они не посынкуются. Вот почему такое, да. Вот один и тот же сорт. Показываю. Дэссады любви. Значит, вот этот кустик, он запасынковался, то есть, выпустил все-таки пасынок, и он хочет расти как трейлер. А вот этот нет. Он растет как обычная фиалочка. И вот с такими дружочками иногда нужно поработать. Значит, как работать с такими дружочками? Тоже два варианта. Либо же сразу рубить голову, то есть, снимать вот эту, не давать свистеть, снимать вот эту верхушку и ждать, пока здесь появятся пасынки. Вот как в этом случае. Вот. Это тоже Дэссады любви, но здесь спортик какой-то у меня тут идет. Плес тут однозначно спорт. Здесь я рубанула голову. Вот, видите. И оставила потом три пасынка на этой голове. То есть, я его искусственно заставила расти, как мне хочется. Вот так вот. Можно рубить голову сразу и выращивать потом, да, как трейлер. Можно уже, в принципе, полюбоваться цветочками. Вот. Бывают такие случаи, что после первого цветения трейлер потом сам по себе начинает пасынковаться и, в общем-то, в дальнейшем растет как трейлер. Вот. Также именно вот у таких вот трейлеров, вот Дэссады любви, да, вот когда они сами пасынкуются, сами, вот, сам пасынковался кустик. Так, бывает, что вот листочки затеняют пасынки, вроде бы и черешки длинные, да, но лист не мелкий, он такой формы листочек, что листики затеняют пасынки. И пасынки плохо растут и плохо развиваются, вот, помоложе кустик. Вот здесь пасынок. Что делать в таких случаях? Ну, в таких случаях просто лишние листочки мы убираем. Вот. Вот тут вот был листик. Вот. Я его просто, этот листик, сняла и открыла этот пасынок. Все, он у меня дальше растет. Вот. И пока что ему ничего не мешает. В дальнейшем, скорее всего, вот этот листик тоже будет мешать. Он уже тоже растет. Тогда я сниму и этот листик. На таком вот этапе, на таком этапе, когда вот так вот формируется трейлер, дополнительно еще при помощи освещения это все формируется. То есть, вот, в таком случае не нужно давать много освещения интенсивного, тем более, кустику. Потому что он, чем больше мы даем света, в общем-то, фиалочка будет закладывать цветоносы. Она будет хотеть свисти. Тем более трейлеры – это такие виды фиалок, которые любят свисти. Вот. И с освещением в таких случаях нужно быть очень осторожными. Вот я когда рубанула голову вот этому кустику, да, я дала сразу много освещения. Я дала много освещения, чтобы у меня появились быстрее пасынки. Но сейчас вот пасынки уже есть, вот, три по всему центру. Ну, то есть, тут все получится шикарно. И вот сейчас уже у меня вот этот кустик не стоит под теми лампами, под которыми стоял инка 21-го года. Этот сорт еще не очень распространен, поэтому понять, как его формировать, в общем-то, сложновато. Вот. Нужно просто смотреть, как он растет и, в общем-то, исходить из его роста. Вот этот пасынок, я сделаю вставочку, фото, как он выглядел, когда он ко мне приехал. В общем-то, был такой жуткий такой вид. Вот эти все листья были подняты вот так. То есть, у этого сорта очень вытягивается ствол. Это ампельный трейлер и причем ярко выраженный ампель. Но при всем при этом, почему-то растут, ну, именно у этого пасынка росли листики. Они вот так вот очень были близко. Много было листьев, много. Они очень близко росли вот так вот к стволику. И, в общем-то, пасынки в пазухах листочков никак не закладывались. Ни цветоносы, ни пасынки. В общем-то, он рос у меня в стаканчике все время вверх. Я его пыталась заглубить поначалу, да. Но он все равно стремительно рос вверх. Категорически отказывался пасынковаться и категорически отказывался расправлять листочки. Потому что есть такие трейлеры, которые изначально они могут расти листиками вверх. А потом они все равно раскладывают розеточку. Так вот с этим дружочком, в общем-то, была история такая, что он не раскладывал розеточку именно от стаканчика. Значит, дальше, что я с ним делала? Ну, в общем-то, пыталась я вот его заглублять, там под освещение под хорошее ставить. Ничего у меня не получалось. И я решила поступить немножко в этом случае другим способом. То есть я поняла, что вот этот длинный стебель, который получился, можно в плошке уложить. Уложить и пришпилить, да, это кто-то называет это американский метод выращивания трейлеров, кто-то китайский, в общем-то, неважно. То есть укладываешь длинный стебель в плошку, пришпиливаешь его, и потом в воздухах листочков, когда появляются пасынки, в общем-то, со временем вырастает красивый кустик. Я подобрала плошку, вот такую вот. И, в общем-то, благополучненько, 27.09, кстати, на свой день рождения, перевалила этот трейлерочек в эту плошку. И его я боком, то есть я вот эту часть, вот здесь у меня корни, вот, заглубила, присыпала грунтом. Вот эту часть я оставила сюда, ну, вот как он лег у меня, да. Все листики я немножко, чтобы их не сломать, я их вот пришпиливала шпилечками. И поставила это все на маты под хорошее освещение. В общем-то, я надеялась, что все-таки этот дружочек у меня пустит вот тут вот в пазухах пасынки. И верхушка целая останется, и пасынки пойдут, которые я со временем направила бы в эту сторону. Но, в общем-то, розеточку-то он, этот дружочек, более-менее начал раскладывать вот эти листики, да. Но, тем не менее, пасынковаться он все равно не хотел. То есть он так и пер расти, вот так вот туда, куда-то туда. И я приняла решение, в общем-то, рубануть ему верхушку. Вот я срезала верхушку, я ее отдельно укоренила. Сейчас покажу вам этого дружочка. Вот он. Он еще не укоренился у меня. На фитиле сразу укоренила. Не стала заморачиваться, вот прям сразу на фитиле укоренила. Это у меня получится отдельное растение. И вот по этому пасынку я буду наблюдать снова, будет он вот так расти. То есть особенность это сорта, либо же это вот какие-то условия. А вот это все, после того, как я рубанула голову, я опять же поставила под хорошее освещение. Немножко, вот видите, опять же, листики я искусственно их заставляю раскладываться. Потому что, если они не разложатся пасынкам, негде, вот им будет тесно, и они не появятся. Либо же очень долго ждать придется. И, в общем-то, получается, когда я рубанула верхушку, ну, может быть, недели две назад. И сегодня я с радостью обнаружила, что все-таки вот пасыночек у меня появился. И вот пасыночек у меня появился. И, по идее, пасынки могут появиться еще и вот здесь где-то со временем. Вот. Сейчас самое главное, в общем-то, все по плану идет, как я и хотела. А дальше будет видно, будет повредить. Значит, сейчас у меня встает проблема в том, что на фитиль вот эту красоту не поставишь, она может загнить. А я рисковать все-таки не хочу. Я все-таки хочу посмотреть, что у меня получится. На матах верхний слой грунта очень пересыхает. Ну, быстро пересыхает. Нужно постоянно следить за поливом. Для того, чтобы эти пасынки хорошо развивались и чтобы все-таки, возможно, появились еще новые дополнительные вот здесь пасынки, нужна хорошая влажность. Вот. Уход нужен хороший. И сейчас я, что хочу сделать. Я хочу верх этого грунта закрыть им хом, чтобы сохранялась влажность. Значит, ну, ох, у меня кукушкин лен для таких случаев. Значит, почему кукушкин лен? Потому что кукушкин лен, вероятно, действительно подходит неплохо для фитильного полива. Вот у меня дружочек. Вот, да, смотрим. Здесь он у меня некоторое время после пересадки рос на верхнем поливе. Я также не успевала его поливать. И сверху уложила мох кукушкин лен. Вот. Когда я ставила на фитиль, ну, вот, корешки увидела вот тут вот везде, да, и ставила на фитиль, я этот мох убирать не стала. И, как видите, он совершенно не мешает трейлеру. Вот. Поэтому некоторые трейлеры... Сейчас еще покажу. Некоторые трейлерочки. Я пока поливаю на верхнем поливе, чтобы грунт не уплотнялся. Я пока уложила вот кукушки на майон. Они прекрасно себя чувствуют и прекрасно растут. Так что с этим дружочком я сейчас поступлю точно так же. И покажу вам, как это все выглядит. Так, 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 так. Значит, для начала я немножечко полью вот верхний этот слой. Ну, тут, конечно, еще листик бы мне немножко, но это я потом сделаю. Буду вам показывать, да, ну, или же фото делать. Значит, сначала я немножечко полью. Вот, увлажню вот этот немножко, чтобы переуглажнение не получилось. Вот, все. Влага дальше распределится сама, и у меня все будет ок. Дальше кукушкин лен. Он у меня влажненький такой. И я его просто поверх грунта, вот эти все веточки, сейчас разложу. И поставлю на те же маты. Ну, нравится мне выращивать на матах. Фиалки просто, они очень хорошо себя чувствуют на матах. Они растут, у них хорошие корни. Грунт не слеживается. Вот. Если бы условия позволяли, я бы, наверное, абсолютно все фиалки выращивала только на матах. Но, увы, поэтому я выращиваю на матах деток. Вот. Старты, которые пересаживаю тоже на какое-то время ставлю на маты. А потом, когда корешки у меня появляются, вниз, так, здесь близко нет, чтобы вам показать, потом отдельно с ним увидел. В общем-то, переставляю на фитильный полив. И таким образом, таким образом, фиалки к фитильному поливу адаптируются очень хорошо. Вот. Нет никаких незамоканий. В общем-то, ничего нет. Так. Ну, в принципе. Так. И все. И все. Что дает этот мох? Во-первых, грунт не портится, не закисает. Вот. Что очень важно, потому что трейлеры порой я высаживаю в ложки больших размеров. То есть, я вот эту перевалку, чтобы не делать постоянно, я иду немножко наперед. Вот. Иногда даже для формирования, ну, вот как в этом случае, ну, не посадишь в ложку, которая бы соответствовала корневой системе, да, развитию корневой системы. Вот в этом случае именно так вот и нужно было поступить. Поэтому с поливом, конечно, потому что здесь, естественно, что корни еще всю эту ложку не освоили. Вот. И чтобы грунт не испортился быстрее, чем подрастет этот трейлер, нужно следить за поливом. А следить за поливом не всегда получается. Это еще шли не от нас, зависит, да, от условий. Поэтому в таких случаях лично для меня вот этот мох это спасение. Вот и все. В принципе, в дальнейшем этот мох может тут же и оставаться. И он, насколько я поняла, как я уже вам сказала, ничем абсолютно не вредит. Вот эти все листики я открою. Сейчас найду еще вот такие вот палочки. И вот я их вот так вот пришпилю. И буду ждать, возможно, дальше. Вот. Мне бы вот здесь отсюда бы еще пасынки пошли. Хотя бы один. И, в общем-то, было бы все замечательно. И получилось бы то, что я хочу и как я хочу. Но тут вот еще, видите, есть стандартный ответ. Вот как вырастить. Как правильно сформировать трейлер, да. Обычно там говорят, какой кустик вы хотите, так вы и формируете. Но иногда вот не получается, как мы хотим. Все-таки иногда трейлеры растут, как они хотят. И чтобы заставить расти, как мы хотим, в общем-то, нужно смотреть, как ведет себя тот или иной растение. Или же, когда вы покупаете, приобретаете понравившийся вам сорт укорененным пасынком или же деткой, важно выбирать правильно детку. Либо покупайте листики и размножайте с листиков, а потом смотрите, какие трейлеры, какая именно детка, какой именно пасынок растет как нужно, как положено. Вот так вот видео получилось длинное. Но я надеюсь, что оно будет вам полезным. Про литуанику там тоже видео такое длинноватое получится. Потому что я много чего хочу вам рассказать и показать. Поэтому я сниму про литуанику отдельное видео. Продолжение следует...